Блаженство из всех морских экскурсий в Египте! Пока что это номер один! Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето! Всем привет! Мы продолжаем наш отдых в Египте, и сегодня у нас будет морская экскурсия Парадайз! Эту экскурсию, как и все остальные, мы берем в империи туризма. У них самые низкие цены. Ссылочка оставим в описании. Сегодня мы приехали на другой пирс, и здесь тоже красивая бирюзовая водичка. Вот так. Спасибо, мой джентельмен! Очень приятно! В принципе, все яхты этой ценовой категории, они все похожи. Обязательно на первом этаже там еда, такой закрытый ресторанчик, так сказать. Наверху открытая зона под навесом. Есть в некоторых еще выше, можно на крышу залезть. Кстати, давайте поднимемся, посмотрим, как здесь у нас вверху. Но здесь, кстати, все по-другому. Есть больше мест, где можно посидеть. Если вы хотите работать и путешествовать по странам Азии и Тихоокеанскому региону, например, поехать в Таиланд, Сингапур, Китай или Японию, то первое иммиграционное бюро оформит даже удаленно карту ОТЭС. У владельца такой карты нет необходимости оформлять визу при посещении других стран-участниц ОТЭС, поскольку предварительное разрешение на въезд уже получено при оформлении заявки. Карта выдается на 5 лет. Также компания занимается визами по разным направлениям и целям, трудоустройством и обучением за рубежом. Обо всех услугах можно ознакомиться на сайте и получить консультацию. Ссылку оставим в описании. Многие туристы совершают большую ошибку. Они приходят на морскую экскурсию, много времени проводят на первом этаже, решают какие-то адресованные вопросы, болтают, ходят туда-сюда. А потом им говорят, поднимайтесь наверх. Они поднимаются, а все хорошие места заняли. Они такие, ой, а куда нам садиться? Им говорят, садитесь на нос. Там очень красиво. Но никто не говорит, что там целый день под болящим солнцем вы будете. Поэтому пришли, ботиночки сняли, по шустренькому раз-раз наверх места заняли. И гуляете где хотите. Ну все, мы отчаливаем. Много достаточно людей на лодке, но всем хватает места, чтобы комфортно расположиться. Пожелайте нам хорошего плавания. Сейчас идет инструктор. Итак, первая часть нашей сегодняшней программы – это катание на банане или софет. На софет вдвоем, или втроем можно, но в банане 6 человек. Сегодня достаточно сильный ветер, большие волны. Все подпрыгивают, прямо летают, банан переворачивается. Я смотрю, настроение у всех сразу улучшилось. Сначала все-таки были сонные, как сонные мухи, а сейчас все ха-ха-ха-хо-хо. И гид прикольный, веселый. Он говорит, мне зовут Саса. Все такие, Саша? Он говорит, нет, не Саша, не Шурик, Саса. Вот, смотрите, как катаются на софе. Ой, мы с Сашей сейчас катались на софе. Здесь можно выбрать режим катания. Быстро, медленно, средне. Я говорю, ну, средненько. И Саша в последний момент говорит, быстро. Он говорит, быстро, Саша, быстро. Ну, блин, я кричу, уже не быстро, но уже поздно. Уже завели мотор. Вот это у нас. Знаете, вот он, о-о-о, разголова назад, как ернет. Прикольно, большой круг. Хорошо подпрыгивали на волнах. У меня вся моя гулька развалилась. Было весело. Нас мотало по софе в разные стороны. Мы не перевернулись, мы не намочились. Мы хорошо покатались. Я рада, что это было быстро. В общем, ребята, катание на софе намного круче, чем на банане. Ну, по крайней мере, мне больше нравится, потому что здесь прям чувствуется скорость, волны, экстрим. А на банане как-то вот простенько случается. Да, на банане много людей, и они, ну, как бы банан тяжелый становится, неповоротливый, еле едет. А тут ты прям летаешь. Ну, вот, посмотрите, сейчас потянут двух мужчин, и прям скорость такая нормальная. Когда на повороте заносит, вот это самое прикольное. Прям подпрыгиваешь там, смотрите, как они прыгают там. В стоимость экскурсии включены напитки. Кока-кола, кофе, чай, холодная вода. Ну, самообслуживание. Просто подходите и наливаете все, что хотите. Хочешь спрайт, фанта, кола? А мы же попили, попили колу очень вкусно. Хорошо, есть, холодно. Спрайт, фанта. Хорошо, спасибо. Учтем. Спасибо. Есть еще спрайт и фанта. Вторая точка сегодняшней экскурсии – это коралловый риф. Мы уже практически к нему подошли. Смотрите, какой он большой. Так, смотрите, как проходит здесь снорклинг. Честно, я не вижу здесь какого-то большого рифа. Туда, если, но до него нужно плыть. У нас начинается второй снорклинг. На первом снорклинге был один минус. Мы плавали возле лодки, а возле лодки не было кораллового рифа. До него нужно было плыть, и достаточно далеко. А вот сейчас риф прямо возле лодки. Вот он, смотрите, рукой подать. Единственное, как-то здесь волны побольше, ветер ощущается сильнее. С погодой сегодня не очень повезло, потому что, когда большие волны, снорклить не так комфортно. Тем не менее, никому это не мешает, и мы сейчас тоже поплывем смотреть на рыбок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Единогласным решением признаем этот снорклинг самым лучшим из всех наших снорклингов в эту поездку. Я не знаю, то ли риф такой особенный, то ли сегодня там так много рыб, то ли в это время года так много. Прямо косяки вот таких мальков. Вот сколько могут видеть глаза? Бесконечно, как будто тебя погрузили в аквариум. Столько новых рыб увидели. И что самое интересное, мы в живой природе увидели вот это butterfly fish, рыба-бабочка. Она такая серо-коричневая, большая во всей красе. Распушила свои плавники и так красиво там плавала. И мы были вообще в полном восторге. Мы с Сашей вдвоем ее увидели. Я сначала увидела и там... Упу! 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 Кричу, кричу, чтобы я ее поснимал. Ну, вообще нереальная красота. И все отмечают, что чего там только нет. Очень красиво, очень круто. Не жалею, что поснорклили. Обед в таком формате. Там несколько блюд, закуски и горячие. И вам накладываются. Я взяла салат с луцом, рис, курицу, рыбу, лепешку и баклажаны. Саша то же самое. Плюс еще взял картофель и макароны. И сейчас у нас будет высадка на острове. Остров Парадайз. Вот на вывеску уже виднеется. И всех нас погрузили на лодку, чтобы до него доплыть. Ух ты, какая прозрачная, чистая, красивая водичка. Афишка еще в том, что она еще освежает. Она теплая, но освежающая. На острове ветра практически нет. Не знаю, почему так. Очень комфортно. Солнышко прям припекает. Людей достаточно много. Смотрите, здесь песок. Не сказать, что он как мука, но и не сказать, что он такой с камнями. Достаточно приятный. Плавный заход в воду, что делает этот остров благоприятным для отдыха с детьми. Маски нам сказали не брать. Значит, тут нечего смотреть. Хотя, кажется, да, можно и есть что смотреть. Посмотрите, сколько лодок. Посмотрите, какой нереальный цвет воды. Сколько оттенков. Это так радует глаз. Это так вдохновляет. И, конечно же, хочется приехать сюда снова. Показать эту красоту своим родным и близким. Не хочется верить, что мы сейчас уедем. И все. Нет, хочется думать, что мы еще вернемся. Здесь очень колоритные зонтики из пальмовых веток. В них тоже не жарко. Они хорошо защищают от солнца. Так, мы сейчас выясняем, какие наши лежаки. Они пока сами не знают. Да, да? Да. Так, здесь и здесь. О, супер. Значит, это мой... Мы удобно устроились под нашим зонтиком. И нам достался зонтик с самым красивым видом. На первой береговой линии. У нас тут еще ансамбль какой-то традиционный. На острове мы проведем 1 час 30 минут. И в чем фишка этого острова? Здесь достаточно глубоко. То есть, можно у берега купаться с детьми. Можно зайти глубже. И там будет по шею, по грудь. Прям погрести. Хорошенечко поплавать. Это здорово. Потому что вот мы в прошлый раз ездили. Там было по колено. Идешь, идешь и по колено. Здесь прям идеально. Саша пошел поснимать, как танцуют. И его утащили. И он теперь там с ними пляшет. Вот так вот они затаскивают в круг. И говорят, давай танцуй. Танцуй все вместе. Ой, водичка так освежает. Но вообще не очень жарко. Мне очень комфортно сейчас. И ветерок такой. Кстати, на острове есть массажист. И он делает очень классный массаж. Он сейчас мне делал тестовый массаж рук. Мы дали ему чаевые. А вообще массаж спины и любой части тела стоит 10 долларов. Так что вы можете отдыхать под прекрасным зонтиком. Слушать шум. Наслаждаться отличной погодой. И еще вам будут делать массаж. Все для вас. Еще на острове есть бар. Где делают коктейльчики. Я думаю, платные коктейли будут неплохие. Еще здесь туалет, ресторан. А мы идем на массаж. Мы сторговались. И сейчас мне сделают массаж на 50 фунтов. Минут 13. Я сначала не очень хотела делать. Я думала, что это будет массаж. Как тогда на той экскурсии на лодке. Она что-то там 2 минуты понажимала. И такая, давай мне чаевые 5 долларов. А мне массаж не очень понравился. Я думала, это так. А это серьезный массаж. Прямо в отдельном помещении. И с кондиционером. И такая хорошая у Мухаммеда техника. И завтра у него день рождения еще. Еще он жил в Москве, в Самаре. И в Казани. И работал тоже там массажистом. Представляете? Правда, хороший массаж. Так что рекомендую, будете здесь. Загляните к Мухаммеду на релакс. Ну что, ребята. Очень крутой массаж. Он по точкам на руке определил, где у меня болит. Сразу указал на точку в пояснице. Вот здесь у меня постоянно болит. Сразу. Ну, очень круто. Он говорит, я прям по рукам вижу, когда у человека стрессы, где болит. Уже много лет делает массаж. И недорого. Так что будьте на парадайсе. Обязательно к нему загляните. Он может и скидочку сделать. Оплата, кстати, через кассу. И приятно. Там кондиционер, комфортно, удобно. Мне очень понравилось. Ой, ребята. Мы решили купаться. Осталось 5 минут. И мы идем купаться. Раз, два, три. Отлично. Отлично. Водичка прохладная, ребята. Вот когда в воду залезаешь, колонно прям. Ну, а потом уже нормально. Ну, как у нас в речке лето. Вот уже где-то в июле, когда она нормально прогревается. Блаженство. Из всех морских экскурсий в Египте пока что это номер один. И по коралловому рифу, и по массажу, и по видам. Вообще все супер. Вот она нам больше всех понравилась. Все хорошие. Но парадайс, это действительно парадайс. Египетские Мальдивы. Да, еще называют Египетские Мальдивы. Я на Мальдивах не была. Напишите, похоже или нет. И вода держит. В Красном море очень легко плавать. Я после Красного моря прихожу плавать в бассейн. Мне так тяжело. А здесь, вот я даже на снорклинге, я пытаюсь глубже. Она меня просто как пробку из-под шампанского выталкивает. Так странно. Мне кажется, это очень хорошее место, чтобы научиться плавать. Конечно, такой красивой воды я нигде еще не видел. Но в Таиланде, конечно, тоже бывают красивые места. Тарифское море тоже красивое. Да. Мы успели отдохнуть и на лежаках. Света успел и массаж делался. И вот мы в море поплавали. Ну вообще, классно прям отдохнули. Два, три, Африкану! Два, три, Африкану! Ой, ребята, мне нравится то, что здесь можно прям развалиться. Я лежу, кайфую, занимаюсь своим любимым делом, болянием дурака, если так можно сказать. И Светик здесь делает мне массаж ноги. Вот это реально кайф. Возьмите, ребята, возьмите. Итак, у нас сейчас около 15 минут, а потом мы будем в море, хорошо? Хорошо. Победа, я вам даю! Победа! Победа! И в завершении экскурсии нас угощает арбузом. Спасибо большое! Все, мы прибыли на берег. Усталые, но счастливые. Возвращаемся в отель. Мне понравилась экскурсия на весь день. Можно поехать с детьми. У нас были ребята с ребенком. Все прошло классно, интересно. Как я уже сказала, на мой взгляд, это самая лучшая морская экскурсия. А у нас на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока! Всем пока! Пока!